Ну что же, всем здравствуйте еще раз. Здравствуйте всем, кто пришел сам, всех, кого заставили демоны, всех, кто пришел по поводу испуга от них, всех, кто пришел там еще каким-то образом. Неважно, самое главное чего. Самое главное, действительно, это искренний интерес к тому, что происходит внутри у нас, у всех, и в том числе, и в том числе к тому, что происходит вне нашего контроля. Ну, тут идея, на самом деле, очень простая, очень древняя, очень простая идея. Меняется вокруг нас, может меняться мир, и более того, он меняется. Меняется наша жизнь, меняются наши цели, задачи, меняются, меняемся мы, в конце концов, да, меняются люди вокруг нас, и то, что когда-то, то, что когда-то было правильным, замечательным поведением, полезным, да, ну или хотя бы там, типа, более-менее пойдет, да хотя бы, хотя бы таким, это может стать абсолютно теперь не поведением неправильным, абсолютно негодным, и мы, естественно, начинаем с ним бороться, потому что, блин, так теперь нельзя, это нет, вот что-то, так-так, ну, так-так нельзя. Ну, зачастую будем немножечко лояльны к людям, да, там, может быть, где-то к себе, где-то к людям в целом. Нет идеи, что когда-то это поведение было почему-то полезно, да, мы настолько зачастую не рефлексируем в прошлое, и мы даже не догадываемся о том, что когда-то оно было сформировано, и мысль о том, что оно было сформировано, и именно потому, что было полезно, она сейчас нам в голову вообще не приходит. Сейчас нам просто не нравится то, что есть, и мы хотим по-другому, да, но как это по-другому, мы не знаем, поэтому мы воюем, воюем, и можем написать списки того, да, что нам в себе не нравится, в своем поведении. Вот пока что будем отталкиваться от этого. Есть замечательная метафора, которая прекрасно выражает вот эту вот ситуацию. Метафора вообще не имеет отношения к психологии, ну, собственно, как любая метафора, да, она и не должна иметь отношения к тому, к чему ее применяют, именно поэтому, да, метафора должна быть далека от. Вторая мировая война. Азиатско-Тихоокеанский регион военных действий. Союзник, союзник Вермахта, союзник третьего, точнее, не Вермахта, конечно, там, Третьего рейха, союзник Германии, Япония, ведет войну с союзником с СССР, Америкой. Вот. И, собственно говоря, в рамках вот этого противодействия на филиппинские острова разная была точка зрений у японцев и у американцев, это естественно. С точки зрения японцев это должно быть их, с точки зрения американцев это должно быть их, это там должны быть их базы, да, и все такое прочее. Вот. Ну, соответственно, филиппинцы больше склонялись как-то к идеям американцев, и поэтому сотрудничали с американцев, и там действительно стояли какие-то американские темы, и, в общем-то, филиппины были как бы под контролем Америки. Вот. Японцы были в корне с этим не согласны, и поэтому они подготовили большое количество, ну, там, как-то, напоминаю, филиппины, это большое количество островков, там, маленьких, больших, средненьких. Вот. Японцы подготовили большое количество диверсионно-разведывательных групп, даже, скорее, диверсионных групп, и позабрасывали на все острова. Позабрасывали с очень простой идеей. Убивать американских солдат, убивать администрацию с ними сотрудничающую, сеять террор, взрывать мосты, там, ну, и всячески терроризировать крестьян. Набегать из джунглей, забирать продовольствие, ну, и вообще, там, в общем-то, говорить им обидные слова, ну, и все так и прочее. Вот. И, ну, как бы, на тот момент все правильно. Ну, там, как бы, все-таки, несмотря на то, что там прошло вроде немного лет, да, но времена все-таки были несколько менее мягкие, нежели сейчас. Вот. Соответственно, милитаристическая Япония, одна из самых крутых войн за последнее время. Естественно, все в порядке, да, все классно. Это поведение было вполне себе в рамках, в рамках тогдашней этики, этики войны. Вот. И, естественно, естественно, эти самые диверсионные подразделения прекрасно себе там действовали. В джунглях прятались, их на это учили. Вот. Но, как всем известно, по, по итогам, по итогам Второй мировой войны, Япония, Япония капитулировала, Япония полностью признала свое поражение перед, перед, собственно говоря, союзниками, подписала там акт безоговорочной капитуляции. Вот. Ну и, естественно, с Филиппин отозвала эти самые диверсионные подразделения. Вот. Ну и, как надо понимать, то есть, чисто по логике, отозвала не всех, потому что там, ну, где люди, которые, они же там, ну, не сидят где-то в определенной точке, правильно? У них там нет какого-то такого, они прячутся, в конце концов? Ну, у них рации есть, ну, время такое, да, там, и время прошло много, рация могла сломаться, радиста могли, в конце концов, убить, заболел, умер. Поэтому какую-то часть этих самых подразделений диверсионных, они отозвать не смогли. Те продолжали выполнять приказ. Ну, потому что приказ. Кто тебе его отменил? Тебе его никто не отменил, потому что рация не работает, это не повод. Потому что есть приказ. Вот. И, собственно говоря, то, что филиппинцы бегают, орут, типа, ребят, ну, в джунгли орут, там, это, эй, война кончилась, хватит нас убивать, да, перестаньте взрывать наши мосты, Япония проиграла, ну, как бы, кто вам будет филиппинцы верить? Вот. И, собственно говоря, самый, наверное, известный, самый известный персонаж, вот, с этого времени, знаменитый лейтенант Хира Аннода. Лейтенант в одиночку, ну, их, по-моему, изначально там двое было, но остался он один. Ну, в общем, как бы то ни было, да он там в одиночку, вот если я сейчас правильно помню, то 7 лет еще партизанам, 7 лет выполнял приказ после отмены военной, после окончания войны. Он, естественно, не в курсе был. Вот. И, собственно говоря, относиться к нему, ну, по это дело, филиппинцы очень не любили лейтенанта Хира Аннода. Они не знали, как его зовут, но очень сильно его не любили. Потому что война кончилась, Япония сдалась, а он все еще по-прежнему из джунглей, там, нет-нет, кого-нибудь убьет. Это обидно. Это очень неприятно и очень несправедливо. Вот. Особенно с точки зрения того, что филиппинцы, например, знают, что ситуация поменялась, а лейтенант нет, не знает. Вот. Ну, в конце концов, конечно же, конечно же, в конце концов, его смогли там как-то локализовать, найти, загнать. Филиппинцы прям вот это очень сильно просили, давайте это место, где он есть, зальем напалмом, подожжем, нам будет весело. Ну, такой Новый год, да, по-филиппински. Локальный новый. Вот. А, собственно говоря, ну, все остальные как-то не очень согласились, потому что говорят, ребят, ну, вы же понимаете, да, что он выполняет приказ, он все еще на войне, по всем законам он военнопленный, вот так вот, как вы хотите, так с ним нельзя. Вот, соответственно, там, с Японии вызвали его командира, на тот момент уже там человека, по-моему, не с погонами, который, собственно говоря, ему отдавал приказ. Тот пришел, сказал, лейтенант, спасибо за службу, пойдем домой. И быстро-быстро с Филиппины, естественно, ушли. Вот. Чем Нелперам нравится эта замечательная история? Тем, что она прямо вот в точности от и до, в мельчайших практически подробностях показывает, показывает всю абсолютно от и до идею работы с вот этими самыми внутренними делами. С вот этими самыми частями личности, которые мы когда-то сказали, это делать, и они продолжают. Мы забыли уже, мы уже передумали, там, ситуация изменилась, да, там, маленький-маленький мальчик или маленькая девочка, которые плачем и рыданием добивались внимания от мамы, им уже 40. Уже как бы можно, наверное, самому, да, что-то делать. И нужно, и более того, более того, и сами делают уже очень многое, но внутри маленький мальчик и маленькая девочка при, там, каждом, не даже чтобы удобно, но при тех поводах, при тех поводах, на которых раньше было написано, вот здесь надо плакать, придет мама и все разрулит. Начинает плакать. Да, начинает плакать. И вопрос, насколько адекватно выглядит, да, человек 40 лет, который демонстрирует то поведение, которое позволяло ему получить желаемое в детстве. Ну, наверное, уже не так, как это было раньше. Уже всем давно понятно, что наше подсознание, это вот мощная штука, оно там мало познаваемо, это вообще вопрос, познаваемо ли, да, вот, но тем не менее, оно очень огромное влияние оказывает на нашу жизнь. И мозг, конечно же, являясь элементом вот этого подсознания в большей части, чем наше сознание, неокортекс, это какая сознание наше, это вообще малая часть того, что вообще происходит с психикой человека. Обучение происходит в детстве. Ну, до скольки лет там ребенок действительно бессознательно обучается. Ну, до семи, дальше все-таки уже в большей степени работает сознание, к этому возрасту уже более-менее сформированы стратегии достижения желаемого. И до этого возраста все, что человек научается делать, да, закладывает какие-то стратегии достижения желаемого, там, получения там своих целей, обучения каким-то навыкам, базовым навыкам выживания. Осознать их потом можно, но это уже другая работа, процесс осознания для того, чтобы изменить стратегии. Поэтому понятно, да, что в детстве, там, до определенного возраста мы надавали себе вот таких задач, вот таких приказов, делай так, вот это работает, все, делаем так. Это внутренне принятое решение, которое призвано не тратить дополнительную энергию на достижение цели, да, там элемент бессознательного мы уже знаем и делаем автоматически. Вот, то есть пока это работает, это все классно, но в какой-то момент мы начинаем замечать, что делаем точно так же, как и делали раньше, много раз, это приносило результат, но сейчас не работает, не работает, да, и тогда говорим, вот там, как баран, бьется о ворота, да, бьется о ворот, но результата нет. Но, чтобы это изменить, надо действовать, ну, наверное, не так же, как мы учились этому. Собственно говоря, когда поведение стало уже, стало уже вот настолько автоматическим, настолько интегрированным туда, вот нам, в бессознательное, для того, чтобы с ним работать, для того, чтобы его вытаскивать, для того, чтобы его переделать в процессе, там, ну, нужны, нужны некоторые спецтехники, которые, как правило, человек не обладает. И тогда он начинает сопротивляться одному поведению, вот, и там, как бы насаждать другое. Но, мозг устроен так, что автоматическое поведение быстрее, ну, собственно, оно для этого и сделано, да, для этого, для этого так механизмы работают, что автоматическое поведение должно быть быстрее, должно включаться раньше рассудочной деятельности, должно всячески человека... Да, и в результате человек может осознать... Экономить ресурсы, да? По факту, да? И начинается вот эта самая борьба. Борьба затягивается, нежелаемое поведение превращается в тех самых демонов. Мы начинаем жестко себя контролировать, зажимать. В общем, всяческие разные штуки не очень приятные возникают от этого. Вот. Что делать-то правильно? То есть, каким образом поступать правильно с этими самыми внутренними делами, которые не являются ничем иным, как нашими же частями? Вот обратите внимание. Лейтенант Хиро Анода. Ну, метафора, повторюсь, метафора великолепна. Мы будем к ней возвращаться много-много раз. Лейтенант Хиро Анода на протяжении 7 лет. Ну, на самом деле, больше. То есть, 7 лет это только после капитуляции. Он до этого еще работал. То есть, на протяжении этих самых 7 лет он выполнял приказ. На протяжении 7 лет один, без поддержки, без помощи, в условиях противодействия ему, этих самых филиппинцев. Он выполнял приказ. Люди, люди, господа, товарищи, друзья, которые говорят, например, «Вой, у меня нет силы воли, я вот не могу утром проснуться, встать, потому что вот постоянно я что-то валяюсь, там, ды-ды-ды». Вот так, чтобы там раз, встал, пошел, вот, ну, не хватает у меня силы воли. Вот, ваша сила воли. Ваша сила воли находится там же, где, как вам кажется, ее нет. Вам кажется, что вы не можете, что вам не хватает силы воли поднять себя с кровати. Нет, на самом деле все не так. На самом деле у вас есть огромнейшая сила воли, которая вас там удерживает. Люди, которые там не могли и не могут долгое время бросить курить, ваша сила воли находится в том, чтобы брать сигарету, поджигать ее, курить. Точно так же, как и вот у этого самого там Хироанода, она находилась, находилась сила воли на тему того, что вот, как бы, действовать. Вот, и, соответственно, понять-то важно в первую очередь. Собственно говоря, техника, техника работает. Мы плавненько подходим к технике, к обычной. У нас же, наша TV не только познавательная, но и целительная, да, обучательная. Обучательная. Вот, полезная. Так вот, техника, техника состоит из нескольких, из нескольких блоков, из нескольких важных элементов. В первую очередь, конечно же, мы должны понять, что вот эта самая часть, с которой мы боремся, которую мы собой не считаем, что она, тем не менее, часть нас. Это первый базовый элемент, который позволяет включить идею ответственности за то, что происходит. То есть, пока оно само, мы не можем управлять тем, что где-то там само накатило, пришло, ушло, там заставило нас. Вот, но если мы исходим из идеи, что это вы есть, это вы сделали, это вы реализовали, или это вы не реализовали. Хороший комментарий, надо остановиться на нём немножечко подробно. Роман, напишут, не материалисты, демоны удовлетворением лишь побеждаются. Юмор, да, юмор, да, юмор, и да, и да, конечно, да, конечно, блин, как бы это сказать-то, так, чтобы нормально всё было понятным, да. Удовлетворением, то есть, если начать демоном этим самым потакать, да, если начать вот этим частям и автоматизмом разрешать, мы просто вернёмся в ситуацию, ну, когда какие-то наши ценности реализовывались вот этим поведением. Но если мир изменился, то есть, если не просто мы его себе запретили по каким-то причинам, да, а оно по-прежнему работает, если мир изменился, и оно, ну, в общем-то, перестало быть адекватным, и перестало и работать, например, в том числе, то тогда таким потаканием мы только запустим, там, раскрутим маховик гиперкомпенсации, и, ну, как бы начнётся вот этот вот рост демонов, говоря метафизическим языком, ни к чему хорошему это не приведёт, но, конечно, посмотреть на них можно, то есть, такая, такие, это уже такие странные практики, да, для, как бы, смелых духом людей, там, подконтрольно выпустить своих демонов, посмотреть, что там вообще у меня живёт внутри, да, посмотреть, вот, с тем, чтобы потом с ними работать. Такого рода ситуации, они возникают только в одном случае, да, когда мы начинаем действительно разделять что-то полезное или, там, социально одобряемое и что-то неполезное или социально неодобряемое, потому что, если есть какие-то паттерны поведения, которые, в принципе, может быть, не очень полезны, но вы не паритесь по этому поводу, вы не заставляете себя, там, прекратить есть лишние шоколадки или лишние булочки, несмотря на то, что понимаете, что, может быть, для здоровья не полезно, и социум тоже, как бы, не говорит, перестань есть булочки, ну, там, посмотри, там, на себя, да, там, взвесься, пойди, ну, тогда всё нормально, да, тогда нет конфликта, и, собственно говоря, потакай демонам, не потакай, они совершенно свободны, захотели бы поели, захотели бы не поели. Демоны включаются именно как демоны, когда есть идея того, что я не хочу, чтобы так было, да, когда включается запрет, когда включается противодействие. И вот когда, возвращаясь к технике, да, включается, да, запрет, включается противодействие, и, значит, собственно, после них всё равно первым шагом, первым шагом мы вспоминаем, первым шагом мы понимаем, первым шагом мы всё-таки отдаём себе отчёт в том, что это наша часть, это все равно мы, это наше поведение, это так мы когда-то себе сказали делать, это так мы хотели, это так нам было полезно, ценно, важно. В какой-то момент времени, тем не менее, это наши ресурсы, это наше я. То есть в этом месте на фактически первом шаге идет мощная идея принятия. Это не значит, что мы должны себе потакать, о чем мы уже говорили, это значит, что мы должны понимать, это я. Это я, это моя часть, часть ценная, часть полезная, надо что-то с ней делать, но она полезная, сама по себе мы не можем себе условно отрезать руку. Вот из этой идеи следует, что за поведением, которое реализует часть, есть что-то ценное для вас же. Если вы так или иначе это поведение раз за разом запускаете, значит оно для чего-то нужно, если звезда зарыкается, значит кому-то нужно. Соответственно, какой-то части вас нужно это поведение реализовать, чтобы что-то получить. И уже у нас есть два элемента. Во-первых, это делаете вы, а во-вторых, за этим есть что-то для вас важное. И, собственно, вот они первые две части. Первая – это контакт, это контакт, это рапорт с самим собой, это установить связь, понять, что это я, понять, что там что-то есть. Вторая – это, собственно говоря, выяснить, тем или иным способом выяснить и признать, что ли, идею того, что за этой частью стоит какое-то позитивное для меня намерение. Вот. Когда мы, когда, ну, такая, эта техника, да, для тех, кто в теме, да, или для тех, кто будет искать, где-то еще техника называется шестишаговый рефрейминг. Она известна в NLP, она одна из, наверное, самых крутых в NLP, можно почитать. Ну, и там, если без этого, то в том числе мы же должны и как бы не только там по шагам детально объяснить, но и дать простые инструменты, которые, тем не менее, помогут. Вот эти вот элементы, по которым мы сейчас проходимся в этом самом шестишаговом рефрейминге, эти элементы можно делать и без, и без, собственно говоря, техники, и без человека, который там вам с этим, например, будет помогать, да, и без того, чтобы там вы сами глубоко и в деталях знали NLP, ну, собственно, саму технику, да. Несколько раз в различных местах мы видели, мы видели элементы этих техник, как встроенные, встроенные в духовные, в эзотерические, в энергетические практики. Вот, и эта идея нам нравится. Вот, она, она как-то, ее можно легко вот выдавать, например, через это самое наше телевидение. Так вот, для того, чтобы, для того, чтобы создать вот этот самый внутренний настрой, вот ту самую коммуникацию с некоторыми, с некоторыми своими вот этими самыми частями, да, там, демонами, как угодно их можно называть, вот, для создания доверительной, правильной коммуникации, есть такая техника, мы не будем ссылаться на ее источник, потому что ее источник же не ссылался, в свою очередь, на NLP, правильно? Вот, поэтому мы просто будем говорить, как делать. Направляйте, ну, вот, внутрь себя, да, туда, где, как вам кажется, живет вот эта вот самая часть, там, где она находится, если это эмоция, где, да, если состояние, где, если это какая-то потребность сделать что-то, ну, физическое сделать что-то, да, то где она зарождается, да, как, куда она выходит? Вот, зачастую люди могут говорить, да, вот, я, там, опять сделал что-то, и уже, как только человек начинает осознавать, что ему какое-то свое поведение не нравится, или какая-то своя постоянная, одна и та же, там, нересурсная реакция не нравится, он говорит, ну, я сдержаться не могу, вот, меня словно, там, прет, да, вот, или у меня руки чешутся это сделать, да, то есть человек все равно, так или иначе, описывает вот этот свой посыл, да, вот, вот этот, вот то, что начинает запускать вот эту реакцию или поведение, как некое ощущение, да, вот что-то вот меня, меня движет, да, и тогда вы вот эти мысли начинаете ловить, да, то есть вот ощущать, где они в теле, да, откуда исходит вот эта потребность запустить это поведение. И тогда в это место вы отправляете, просто мысленно отправляете туда, да, какие-то, какие-то ощущения очень, там, очень хорошие, очень правильные. Можете называть это поток любви, можете называть это, там, светом, теплом, можете называть это принятием, любые слова, любые слова, которые, вот, ну, которые для вас обозначают, которые обозначают вот это самое, там, я хочу понять, да, я хочу, я тебя принимаю, я знаю, что это я, да, я хотел бы разобраться, я хотел бы тебя услышать, я хотел бы понять, что там находится. То есть любые, любые вот такого, такого рода, такого рода эффекты. Можете, повторюсь, можете называть это энергией, можете называть это какими-то, там, световыми разными штуками, можете прям чувствами это называть, там, эмоциями, состояниями, неважно, любые слова, которые вам, которые вам за это включат, вот, вот то самое правильное. Мы таким образом получаем третий важный элемент, вот, работы с демонами, да, первый, это когда вы понимаете, что это вы делаете, второй момент, это когда вы понимаете, что за этим стоит что-то важное для вас, и третий момент, когда вы принимаете и устанавливаете связь, начинаете общаться, вот, с этой своей части. Если вы действительно установили, вот, через, через внутреннее, через внутреннее, вот, это вот ощущение, да, через, через направление энергии, если вы установили связь, то вам попросту станет понятнее, ну, может быть, не прямо сейчас, да, может быть, не в эту же секунду, может быть, не в эту же минуту, но, там, плюс-минус, вот, через какое-то время вам совершенно точно станет понятнее, о чем это для вас, ну, как это говорят психологи, да, что это значит, да, или что за этим стоит, то есть вы, ну, восстановив, что ли, с собой коммуникацию, с этой частью, вы начнете, вы начнете понимать, что там, что там есть. Вот, и тогда, и тогда вот это вот второе как раз важно будет, тогда вот это понимание позитивного намерения, если мы находимся в, ну, скажем, в технике, там, в официальной работе, да, то там мы, конечно, его выясняем, вербализуем, есть там еще, там, трансовые способы обхода всяких разных моментов, но, опять же, для того, чтобы это стало, стала практикой, которую каждый человек сам по себе может делать, да, тут тоже очень просто, направляйте, ну, мы уже сказали, да, направляйте эти самые лучи добра для того, чтобы соединиться со своей этой частью, а для того, чтобы, для того, чтобы выяснить, для того, чтобы выяснить, что она для вас хочет, какое намерение за этим стоит, вы можете использовать, опять же, вот самую идею, идею универсальных намерений, и которые, которые тоже, которые тоже существуют в разной, в разной литературе. Ну, во-первых, если говорить о, уже, скажем, психосоматических проблемах, которые последовали из вот этой борьбы с собой, то есть, если на фоне этих вещей уже начинают развиваться болячки, из тех, которые врачи ничего не находят, да, а у человека болит, да, то там есть книжки, опять же, не будем на них ссылаться, там, я думаю, все, кто хочет, знает, слышал, найдут их без труда. Ну, давайте так, вот, рекомендация, может быть, такой, книг, которые описывают у вас, если болит вот это, значит, это вот это, их действительно очень много, но есть достаточно серьезная литература по психосоматике, если вас эта тема интересует, да, вот выявление вот этой взаимосвязи, то есть, берите литературу, ну, все-таки более такую, близкую к научной. Вот, и там, как правило, пишут в этих книжках, что там проблемы, проблемы тут, проблемы тут, проблемы тут, да, какие они, нарушения каких критериев, нарушения каких ценностей они обозначают, вот, и тогда вы можете использовать это как некоторое универсальное намерение. Около, около, около эзотерическая, околорелигиозная литература такого толка вообще все сводит к некоторым, к некоторым супер универсальным критериям, супер универсальным ценностям. Там, любовь, доброта, что-то еще, добро, свет, там, благость. Это переживание, сочувствие, да, да. И тогда, и тогда вы понимаете, что, ну, то есть, вы начинаете просто у себя как бы в голове вот эту вот идею, идею опять же тоже, ну, как бы озвучивать, что ли, да, направлять туда же, да, и исходить, главное, в общении с собой исходить из нее, исходить из того, что за всем, ну, как бы за всем стоит любовь, за любой, за любой проблемой, да, стоит там любовь в конечном итоге. То есть, в таком случае вы, в принципе, не можете ошибиться, да, с чем бы вы ни работали, с каким своим состоянием, там, нересурсным поведением, нересурсным, в любом случае, ваше намерение, оно универсально, да, а ваше подсознание, конечно же, все равно владеет гораздо более точной информацией, но здесь идеи доверия себе, да, они имеют место быть. Главное ваше внимание, да, для чего вы это делаете. И фактически вы это можете делать, ну, практически как аффирмации, практически как, как вот те самые регулярные, там, регулярные повторения чего-нибудь. Да, вы можете, как бы, мысленно с этой частью, условной частью разговаривать, да, продолжать, говоря ей просто, там, утром, вечером, там, несколько раз днем, там, я знаю, что ты хочешь мне, мне, там, добра, я знаю, что ты хочешь, там, мне, там, благости, я знаю, что ты любишь меня, что за этим стоит любовь, или, ну, или чего-то вот из вот этих самых психосоматических, да, я знаю, что ты, там, контролируешь меня, там, для чего-то хорошего, да, я знаю, что ты заботишься о моей безопасности. Даже если бы эта часть, например, выразила как-то по-другому свое намерение, если бы это была такая трансовая коммуникация в официальной технике, в детальной, то здесь в таком типе коммуникации часть, скорее всего, просто подгонится немножечко, потому что там же достаточно абстрактные ценности. Часть подгонится, скажет, ладно, давай, ну, например, такие буквочки. Если вы исходите из правильного вот этого ощущения, да, если вы повторяете и делаете достаточно уверенно вот это вот, достаточно регулярно, что да, да, вот там я знаю, что за этим стоит любовь, да. В конце концов, часть, ну, то есть, выйдет на контакт, используя эту ценность как метафору, но контакт будет. Вот, и опять же, вы, скорее всего, поймете чего-нибудь. Опять же, скорее всего, там что-нибудь откроется, какие-нибудь мысли, какие-то понимания. И опять же, да, если вы придете там с этим, там, к специалисту на официальную консультацию, скорее всего, это будет быстрее, да, если вы это будете делать просто вот сами, сами путем делания вот этих вот маленьких необременительных практик, скорее всего, это будет немножечко дольше, но, тем не менее, все равно включится. И дальше, как бы, дальше там остается, дальше остается единственный, единственный, как-то последний шаг. Вот, и тут, наверное, опять надо вспомнить, опять надо вспомнить японцев, то есть, и конкретно Хиро Аноду, да и вообще всех остальных японцев тоже. То есть, после этой войны, да, если, опять же, мы как-то в метафору частей, да, немножечко это переводим, то большое количество солдат осталось не у дел. Ну, ладно, там, солдаты, как бы, фиг с ними, но вот офицеры, генералы, там, средний командный состав, ну, их просто так не выгонишь на улицу, это разбазаривание, там, ценных, ценных людей. Вот, соответственно, их всех приставили к работе в бизнесе, японские корпорации, там, очень многие, ну, вроде как, вроде как есть вот эта вот байка, что там чуть ли не, чуть ли не целиком командная, командная вот эта вот административная военная иерархия переходила, и начинали управлять какой-то новосозданной корпорацией, ну, типа, там, машинки, телефоны, телевизоры, неважно, да. Вот, и лейтенанту Хиро Аноду тоже нашли, тоже нашли дело. Он не смог вернуться к мирной жизни, то есть, видимо, человек слишком долго бегал по лесам, да, из идеи убивать людей и выживать в этих самых лесах. К мирной жизни нет, не вернулся, ну, зато, зато у него была школа своя, школа, где он обучал людей выживать в джунглях, к нему отправляли, ну, как бы, государственных людей, пилотов самолетов, которые могли попасть в эти ситуации. Ну, так, я так подозреваю, неофициально он учил дяденек спецназеров японских на тему того, чего в этих джунглях делать. В общем, туристов экстремального выживания, да, готовили. Все, кому могут быть потенциально нужны и полезны знания по выживанию, да, там, на пересеченной местности, естественно, могли спокойно пройти у него обучение, потому что не было никого профессиональнее в этом вопросе, чем Хиро Анода. Соответственно, когда мы нашли контакт со своей частью, когда мы выяснили, прочувствовали, поняли, осознали вот ту ценность, то намерение, которую эта часть стремится реализовать с помощью того поведения, которое вам не нравилось, Следующим логичным шагом является подбор другого поведения, поиск другого поведения, которое будет это намерение реализовать. Когда часть, она будет все свои навыки по защите вас же, да, по реализации ваших же ценностей выполнять, но так, чтобы это было на пользу и вам, и ей. И вот тогда, собственно говоря, вот этим самым третьим шагом вы действительно можете подобрать новое поведение. Либо, скажем, ограничить старое каким-то контекстом и добавить новое. Либо полностью изменить, полностью убрать старое поведение, добавить новое, которое сейчас реализует вот те самые ценности, да. Либо, либо эту часть убрать куда-то в другой контекст, да, и там на этом месте какое-то другое поведение создать. То есть это уже, это уже будет, вы будете находиться в ситуации в той, ну практически в той же самой ситуации, в которой вы когда-то учили себя вот этому поведению, с которым сейчас боретесь. То есть у вас там, ну определенные зоны в мозгу, которые там, ну отвечают за вот это место, да, там за эти поведения, за что-то еще. Вот эта часть. Вот эта часть, да. Да, они будут активны, они актуализируются, там, если не вдаваясь во всякие разные биохимии, чтобы там и не обмануть, да, и не перепутать. В общем, вот этот подход, да, подход к части, как к тому, что это я, да. Да, подход с принятием, подход к ней с любовью, подход с интересом на тему того, что там я знаю, что это такое, да. Ну, в смысле, хотел бы знать, что там за этим стоит, я предполагаю. Вот эти все, эти все мероприятия, они на самом деле там запускают механизмы как раз-таки переобучения. Они запускают механизмы переобучения, там впрыскиваются определенные гормоны, переходят там мозг на определенные другие режимы работы, вот. И у вас открывается, реально открывается доступ к тому, чтобы менять вот эти вот... То есть вы достаете поведение с вот того самого, как он называется, неосознанное знание, достаете его в осознанное знание и заменяете. И вот там, там можно, там можно как раз-таки трансформировать легко и быстро. Да. И есть два варианта. Вы можете действительно сидеть и перебрать, ну, на уровне сознания, да, предположить, а как можно по-другому, да, вот эту ценность реализовать. А можно так, а можно так, а можно так. И вы спокойно подбираете поведение. Ну, например, если сразу в голову не приходит, запустив этот процесс, вы его найдете, да, то есть оно придет в какой-то момент, и вы можете даже заметить это по факту, да. Оп, в аналогичной ситуации раньше вы бы вот так сделали, да, как это было. А сейчас по-другому, уже лучше, уже там прикольнее. И это будет происходить уже на основе, опять же, ваших ценностей, но гораздо гармоничнее. Даже если действительно вы сразу не заметите, у вас уже будет такой поисковый фильтр настроен, даже если вы не знаете каких-то новых вариантов поведения, то настроенный фильтр, он уже, ну, как бы начнет, начнет из жизни вашей, да, из фильмов, из книг, из поведения других людей. Начнет вытаскивать кусочек, вот, а вот он так вот делает, слушай, это же вот эта идея, а можно же вот так, а я раньше не знал, а я теперь знаю, а теперь я попробую, да. И поскольку мозг находится в режиме активного вот этого самого активного обучения, да, активной адаптации, он будет легко подхватывать. И вот эти самые ваши демоны, да, наши демоны, они начнут трансформироваться в добрых духов, в ангелов, да, помощников. Вот, и тогда, да, тогда на самом деле, конечно, надо было, наверное, не так назвать наш эфир, да, не о победе, над демонами идет речь, а о том, чтобы их, о том, чтобы с ними подружиться, подчинить, трансформировать, переделать их в, ну, как бы в полезные структуры, да. Мы привычки, мы наши привычки, привычки, которые, с которыми мы настолько долго ничего сделать не можем, что они уже стали, там, отдельными сущностями, которые нам мешают, да, мы фактически возвращаем их обратно, возвращаем их сначала просто в активную, в какую-то активную деятельность превращаем, понимаем, почему оно так, да, а потом меняем, а потом трансформируем, оставляя за этим нужные ценности, но реализуя их по-другому. То есть, уже, уже, вот, как бы в новой ситуации, так, как полезно сейчас, вот, превращая, превращая, вот, тех самых демонов, которые это не я, да, превращая в, превращая опять в я, превращая, молодец, да, вот. Ну, да, конечно же, мы очень легко ассоциируемся с тем, что у нас получается, что нас радует, что дает результат, и тогда это точно мы, да, это цельность, возникает идея цельности, интеграции. Больше внутренней уверенности и принятию себя. Но процесс нужно начинать, да, и начинать можно с любого поведения или какой-то регулярной, не нравящейся вам реакции. Не важно, как только ваше подсознание поймет, что вы обратили на него внимание, что вы готовы его услышать, принять его, там, полюбить его, подружиться с ним, да. Что вы допускаете и верите в то, что за этим стоит хорошее, вот такое хорошее, да, или вот такое хорошее, или вот такое хорошее. Вот, и вы придумаете новые варианты, все становится гораздо проще, гораздо легче. Как только ваш мозг, ваше подсознание осознало, как трансформировать, как менять, как находить, ваша жизнь начнет меняться очень быстро. Ну что, в принципе, в принципе, мы все рассказали. Если есть какие-то вопросы, задавайте, но задавайте прямо сейчас в чат и пишите, мы сейчас тогда ответим. Да, если, да, если вот по тому, потому что мы сегодня рассказывали, да, если... Все ли понятно. Если поэтому есть какие-то еще уточнения, вы задавайте, потому что чего? Мы вроде как все действительно рассказали. Действительно рассказали все о том, как поступать со своими вот этими самыми вредными привычками, да, негативными частями, мешающими сущностями, демонами и всем остальным прочим. Ну, судя по всему, мы снова очень понятно все объяснили, вопросов пока нет, да? Ну что, тогда чего? Тогда мы, значит, говорим спасибо всем тем, кто был здесь, кто писал, смотрел, кто активничал вживую. Мы еще раз приветствуем тех, кто будет смотреть нас в записи. И мы обязательно выложим это, выложим это отдельно в записи обработанной. Да, как обычно, да. Вот, чтобы можно было пересмотреть, да, и там показать всех. Более того, через некоторое время будет еще и текстовая расшифровка вот этого для тех, кто, для тех, кто может... В смысле, для тех, кто любит, любит больше читать, чем смотреть, чем смотреть видео, да? Да, вот. И обязательно это видео будет на нашем канале в Ютубе. Заходите, подписывайтесь, смотрите, там сохранены все наши предыдущие видео, их тоже можно посмотреть. Вот, это же видео будет на наших социальных страницах обязательно размещено. Поэтому вы можете написать комментарии, задать вопросы, если они придут к вам, ну, чуть позже, да, или после просмотра в записи. Можете оставлять пожелания на какие-то другие эфиры, чтобы мы могли для вас подготовить то, что для вас интересно и актуально в текущий момент. Будем рады вас. Да, пишите, пишите нам, что вы еще хотели бы услышать, на какую тему еще сделать наши эфиры, и мы будем это делать. Ну что ж, до новых встреч. До свидания. До свидания, до новых встреч в эфире NLP TV, самое полезное TV в мире. Субтитры сделал DimaTorzok